Добрый день дорогие друзья в эфире Украина.ру. И перед тем как мы начнем, я напомню, чтобы вы подписывались, не забывали на наш телеграм-канал, на наш страничку ВКонтакте и конечно же на наш Рутуб. Сегодня мы поговорим о Херсоне. С нами на связи депутат Верховной Рады Украины 5-6 созывов Алексей Журавка. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы обещали, что вы приедете в Херсон и вы приехали в Херсон. И хотелось бы начать с плохого, ну или как для кого? С границы. Расскажите, как вы проходили границу, потому что очень много недовольных, говорят, много товаров там стоит. Да и сам видел очередь беженцев довольно крупную на границе между Крымом и Херсоном. Ваши впечатления от границы, ваши впечатления от работы, возможно, если вы знаете, какая проводится по оптимизации этого процесса? Ну, лично я считаю, что нормально прохождение идет границы. Да, не без проблем. Но, увы и к сожалению, нужно с пониманием относиться к работникам, пограничникам и другим службам. Это связано с тем, что Крым находится, можно сказать, на границе с войной. Идет спецоперация, деносификация, разоружение. Поэтому предприимчивых, в кавычках, людей очень много. Кто-то хочет оружие завести, кто-то хочет пластид завести, кто-то еще что-то хочет. Давайте будем говорить, враг не дремлет. Поэтому нужно с пониманием относиться. Я понимаю, что беженцы есть. Я понимаю, что есть люди, которые уезжают от войны подальше. Так как Херсон сегодня находится, можно сказать, в зоне боевых действий. Николаев недалеко. Поэтому я бы хотел всех призвать к спокойствию. Рано или поздно это все закончится. Нужно это пережить. Нужно дать работникам, таможни и другим службам, которые сегодня все делают для того, чтобы сюда не проникло в Крым оружие. И негодяи и элементы, нацистского, назовем так, разлива. Поэтому давайте им дадим работать. Все оно постепенно наладится. Я тоже в очереди стоял. Ну и что? Я тоже являюсь инвалидом. Ну и что? Ну давайте посмотрим, когда я в Белоруссию вылетал, то никаких проблем не было. Очень быстро все прохождение идет. Поэтому надо это пережить. И в данный момент не грызться между собой, не обвинять спецслужбы, таможню, пограничников, в том, что они медленно. Это их не работа. Вот как я к этому отношусь. Вы сейчас в Херсоне. И насколько я помню, было обещано, что с первого числа город и область входят в рублевую зону. Было ли, есть ли шаги уже в этом направлении, есть ли первые ласточки? Давайте будем говорить так. Я вчера уехал с Херсона в Крым, потому что мне надо здесь и поработать, и пообщаться с людьми в данный момент. Поэтому, если касается с первого числа, я так хочу сказать, есть на сегодняшний день предмет разговора, действий, что рублевая зона постепенно вводится. Это не обозначает, что первое число пришло и все, завтра будет рубль. Нет, рынок есть рынок. Государственные службы есть, государственные службы. Пенсионный фонд есть, пенсионный фонд. Налоговая администрация – это налоговая администрация и так далее, и так далее. Пока мне сегодня наполняется рынок рублем. Потихоньку уже его видно в Херсоне и тут, и там, и везде. Поэтому это шаги постепенные. За один день это не делается. То, что необходимое делается для того, чтобы люди могли зарплату получать, чтобы какие-то рабочие места начали работать и так далее. Это делается. Поэтому, я думаю, в скором будущем будет рубль полностью, в полном ходу в Херсонской области. Ну, это очень хороший знак, потому что месяц назад, когда я был там, там и признаков вхождения рубля не было никаких. Так что это уже очень хорошо. Как вообще вы оцениваете ситуацию непосредственно в городе? Я знаю, что там время от времени слышны взрывы, выстрелы, но и недавний прилет точки. Как вообще население относится к обострению? Давайте будем говорить так. Конечно, это трагедия. Самое страшное, что Зеленский и его команда, ВСУ и каратели стараются стереть город с лица земли. Воспрепятствует этому всему Российская Федерация. Я могу всего лишь одно сказать, что каждый день идут прилеты, каждый день они гатят по мирному населению. Но Россия этому не дает. И если бы не ПВО России и не Россия сама, этого города мы бы еще две недели назад, наверное, не видели. Поэтому пусть стреляет. Я уверен, что будет целый. Спасибо огромное россиянам. Спасибо большое правительству и войскам России. Я думаю, город уцелеет. А вот останется ли город в составе Украины, это уже под вопросом. И навряд ли он останется. Думаю, и Николай уйдет, и Одесса уйдет, и другие большие города. Вот что ожидает. Так что Зеленский все делает, чтобы Украины уже не было как таковой на карте этого мира. Вот и все. Зеленский военный преступник. Конечно же, сложно людям жить в такой обстановке. Многие уезжают. Плюс фейки работают, так называемые, украинские. Поэтому это бьет по психике, по мирному населению фактически и так далее. Плюс используются гибридные возможности у украинских так называемых руководителей, когда говорят, что жители Херсона пойдут защищать Херсон и на войну, и в армию пойдут. Хотя этого не будет и этого нет. Но, к сожалению, этим сказкам Венского леса продолжают верить херсонцы. Поэтому я могу всего лишь одно сказать херсонцам. Не верьте. Мир вернется, все будет нормально. Приезжайте в Херсон. В Херсоне даже безопаснее, чем в Николае, в Одессе, даже на Западной Украине. Будет. Вот ваша личная оценка касательно сторонников и несогласных с текущим состоянием дел в городе. Насколько много сторонников Российской Федерации, сторонников этого выбора? Давайте прямо говорить. Здесь тяжело очень говорить и обозначать. Я знаю, что большая половина, на мой счет, то, как меня принимали, как я разговаривал с людьми, большая половина, это, конечно, сторонников в сторону России, сторонники той истории, которая у нас была, что мы братские и так далее. Но, увы, народ еще под боязнью находится, потому как все равно какие-то спецслужбы и ошметки этих нацистских коллаборантов остались. Плюс еще есть оголтелые идиоты, которые угрожают расправой. Поэтому мы должны это пережить. И эти факты есть в данный момент, что оголтелые идиоты есть. Ведь деноцификация еще не до конца пройдена. Надо, чтобы мы ее до конца прошли. И самый основной фронт должен пойти вперед, в сторону Николаева. Тогда больше будет боязни. А когда каждый раз Украина рассказывает, что вот-вот мы завтра по новой возьмем Херсон и все будет нормально, ну, это вы сами понимаете. Это приводит к определенным последствиям. Это я не боюсь выйти. А другие боятся. Есть люди, которые в Херсоне не боятся выйти, возложить цветы и так далее. Но это мы должны пережить и показать путь людям, к чему мы идем, к чему мы стремимся, что будет завтра. И когда они поймут, что их не предают, а наоборот защищают, люди выйдут. Да. Возможно, вы хотели бы что-то сказать нашим сторонникам в Херсоне и нашим сторонникам в других городах Украины. Я только могу всего лишь одно, что наши сторонники, которые помнят и уважают историю наших настоящих героев, должны уже сегодня с колен подниматься. Хватит молчать, иначе они остальные города доведут до цигунды раз. И нас вместе с вами. А готовится ли город к 9 мая, к празднованию, главного празднования? Конечно же, готовится город к 9 мая, и я уверен, что 9 мая будет, и люди выйдут почему-то, я уверен. Потому что мы не должны дальше позорить наших дедов. Они, наверное, там в рабу перелочатся от того, что они видят и что творят эти идиоты. Поэтому, если люди еще совесть имеют, они все-таки вспомнят и поддержат не только ветеранов еще оставшихся живых, но и тех, кто ушел с этой жизни, оставив нам мир, свободу, государство, такое, как оно есть, и так далее. Поэтому память-то цена. Поэтому я всех призываю 9 мая, в День Победы выйти и вспомнить те былые времена, вспомнить наших всех прадедов, дедов, родных, которые отдавали жизнь за нас с вами. Я лично буду праздновать 9 мая. Я буду в Херсоне обязательно. И выходите, не бойтесь. Надо показать этим недобиткам, что такое наша память и что такое для нас победа и Великая Отечественная война. Не могу не спросить, а какое ваше самое сильное впечатление от поездки в Херсон на данный момент? И сразу же к этому. И каким вы уже частично начали отвечать на этот вопрос ранее. И каким вы видите будущее города после посещения? Вы знаете, впечатления у меня грустные. Больно на душе. Даже слезы выходят. 8 лет убивали собственный народ. 8 лет не вкладывали в город ни копейки. Грабили народ. Делали из народа рабов самых настоящих. 8 лет уничтожали мой любимый город Херсон и Херсонскую область. Впечатление такое у меня. Войны не было. А такое ощущение, как будто бомбили всю Херсонскую область. Конечно, мне страшно. Самые настоящие варвары пришли. Обворовывали, привели в нищету. Всё это надо будет восстанавливать. Вот какое у меня впечатление. Они даже детские дома грабили, интернаты. Поэтому о чём тут говорить? Когда разрушенные памятники, инфраструктура разрушенная, особенно та инфраструктура, которая несёт за собой данность, эпоху, историю, она тоже разрушена и покалечена. Деньги на войну находили. С каждого пенсионера налоги сдирали. С каждого работника сдирали налоги на войну. А в конечном итоге грабилось и всё. Вместо того, чтобы эти деньги вложить в инфраструктуру, в развитие социального обеспечения, в развитие самой Херсонской области, как говорится, укреплять наши отношения между Крымом и Херсоном и Российской Федерацией, они строили города мёртвых, а города живых хоронили. Вот такое у меня впечатление. Кладбище растут, как грибы. Надеюсь и верю в то, что мы этот процесс остановим, что Херсонская область заживёт, что вернём и доблесть, честь великого города Корабела, начнём восстанавливать рабочие места. Ну и, как говорится, у нас побольше роддомов появится. Чтоб детишки рождались, чтоб улыбок было побольше. Вот это я верю. Я верю в то, что мы воссоединимся и будем единым народом, а не разделённым народом. В это я верю. И это будущее ожидает Херсонская область. Спасибо вам, Алексей Валерьевич. Я напомню, в эфире Украина.ру был народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавка. Вы, дорогие друзья, не забывайте оставаться с нами. Подписывайтесь обязательно на нас в Телеграме, ВКонтакте, конечно же, на Рутубе. И традиционно Украина.ру желает всем мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...